привет мои хорошие привет мои золотые сегодня у нас обалденный выпуск мы разберем феномен популярности сергея косенки и саши белый кто напишет в комментариях кто это тот будет проклят на следующий год серьезно первых можно послушать можно загуглить а может я не знаю таких вот просто душнил и сразу же вот пока только только у вас по пошла рука успокойтесь сергей косенко и саша белый это пара блогеров которые очень популярны много зарабатывают и для чего вам смотреть этот выпуск до конца потому что мы будем разбирать феномен популярности которые есть в натальной карте у каждого из вас и как много из вас где-то тайна очень сильно хотят быть публичной личностью зарабатывать большие деньги показывать себя и свои продукты но с продвижением туго и вот мы посмотрим сегодня на этих двух ребятах их пробы и ошибки и что они сделали правильно почему они выстрелили потому что все ответы есть в вашем гороскопе и так поставьте лайк напишите в комментариях что вы не душнила подпишись на канал и мы поехали начнем сергея косенко сергей занимался много чем вы можете посмотреть в ютюбе всякие разоблачения на сергея косенко он занимался какой-то криптой организовывал какие-то гиевы был организатором подружился со всеми вот селебрити но выстрелил он именно тогда когда он начал показывать себя и как вы думаете угадайте кто давно смотрит мой youtube канал кто он по знаку зодиака спойлер правильно лев если сейчас все львицы которые меня смотрят или вы такие я боюсь инстаграм показывать а что про меня скажут ну все денег столько сколько у сергея косенко опять же песня неважно какая неважно качество лев хулиганит как песня санеке денег так много так вот вы так хотите тогда слушайте иришку чукрееву и разбирайтесь со своей натальной карты лев который был в тени криптовалюты каких-то еще бизнесов вышел в свет со своим творчеством с провокацией привлечением внимания и выстрелил вот я хочу на этом примере показать вам о том как вы живя по своей натальной карте борясь со своими страхами у психолога астролога или других специалистов как вы набираете обороты денежные обороты популярности и не говорите мне что я хочу быть скромным человеком сидящим чтобы меня знали пять человек а чего тогда на блогеров подписаны вы все подписаны потому что вам нравится и вы осуждаете но вы в этом эгрегори все вы тоже хотите ведь это может быть кого-то глубоко в душе а львы вы может быть даже не хотите но вам необходимо жизненно необходимо становиться блогером значит на примере сергея косин но все он делает правильно луна во льве венера во льве солнце во льве лев левный скраплением в деве марс в деве люблю деньги меркурий в 9 денежные темы продвигаю то есть я на устах постоянно говорю про деньги если вы еще не смотрели выпуск про меркурий и юмор про то как наш речь наш интеллект наш меркурий связан со всем этим это просто топчик выпуск обязательно его посмотрите следующий вот таким нехитростным путем мы идем берем свою натальную карту используем ее как навигатор и нравится не нравится делаю что нужно и получаю очень много денег очень много славы популярность и в отличие от аяза у него хватило ума свалить что тоже говорит про меркурий в деве про предосмотрительность меркурия в деве а где у нас у аяза меркурий правильно в скорпионе ой да у меня такие связи ой да я со всеми договорюсь я со всеми у меня все на подхвате где сейчас аяз человек сидел на бутылку все давайте посмотрим саша белая саша белая является по солнышку скорпионом это про эзотерику психологию магию если вы не смотрели видео про скорпионов обязательно посмотрите а также вы можете посмотреть если у вас как у саша белая рви венера в скорпионе про выпуск про венеру в скорпионе тоже есть на канале как вообще про все венеры так что у вас есть еще впереди дивный чудный мир видео ирины чукреевы значит скорпион и саша популярность своими медитациями медитации и скорпион тоже равно как популярность показывания себя и творчество для льва поэтому все здесь классно самое интересное у саши запрос на мужика льва потому что у саши марс а это мужчина который привлекает который привлекает сексуально которые вот будоражит наше женское сердечко марс во льве именно этот марс во льве тоже ее толкает на сцену крокуса записывать песни еще раз говорю мы здесь не критики творчество как вы поете бузова внимание трудолюбивая бузова поет до сих пор кто считал что это человек одной песни поднимите руку вот кто считал что она сейчас хайпанет на своем разводе и все нет девочка идет в творчество и трудолюбиво туда шагает а значит саша билер с марсом во льве тоже идет в творчество а почему столько хейтеров у нее как понять будет ли у вас много хейтеров если от вашей планеты юпитер идут напряженные аспекты как у саши то вот общество назовем и так сосить сашу будет намного больше чем сергея несмотря на то что на него куча разоблачений куча всего но у сергея юпитер гармоничный то есть он знаете как говорите говорите гармоничный юпитер это да вы говорите и хейтеры будут безусловно но кто легче их переносит переживает это конечно гармоничный битер то что напряженный аспект у саши относится более ну серьезно переживает когда его ранят разными разными мнениями у саши солнце в соединении с юпитером делает из нее такой стрельцовского наставника философа мыслителя человек который делает разные умозаключения за которыми идут активно юпитер в карте обязательно блогерство обязательно наставничество обязательно себя показывать забегай вперед я конечно точно время рождения малыша лео не знаю но у них родился ребенок но вроде как луна в стрельце солнышко в соединении с юпитером то есть солнце в скорпионе со стрельцовской окраской и вот ребенок увидел ее либо скорпионом там время очень от времени зависит либо луна в скорпионе либо в стрельце что это это саша биллэйр а значит марс во льве идеальный партнер для нее это сережа особенно популярный особенно яркий привлекательный творческий сумасшедший дикий это все саша очень нравится марсу нравится единственное конечно саша более закрытая более зажатой какие-то вопросы могут быть чересчур ли расслабленный сергей но саша прорабатывает себя разными медитациями разными своими методами поэтому я думаю что у нее с напряженными аспектами она уже подружилась я знаю что она не из астрологии на ты то есть она прям такая девочка проработана также у нее есть конечно аспект вот который который может ее саму внутренне внутренне раздражать это луна уран то есть это неожиданные резкие повороты в жизни и луна нептун в целом этот аспект нептунианский прокачивается тоже медитациями вообще луна нептун это изначально чрезмерная жалостливость чрезмерное спасательство я думаю что саша все это уже своими методами проработала малыш лев увидел папу скорпиона несмотря на то что папа лев то есть человеком который связан с напряжением с большими деньгами с какими-то большие ставки на папу большие ставки а мама луна и меркурий в стрельце мама популярная мама наставник мама педагог мама вдохновительница если луна смещается в скорпион то это тоже саша потому что у нее солнце в скорпионе поэтому и так и так очень ресурсное положение луны с позиции ресурсно ли саша сейчас то есть вот обратите внимание даже если эти персонажи эти блогеры вас раздражают мы по ребенку видим их ресурсное состояние а если у них ресурсное состояние то может быть нам у них чему-то поучиться то есть точнее вам и скорпионом пойти поучиться астрологии для этого у меня есть бесплатный курс здесь прикреплен поучиться таро пожалуйста приходите ко мне мои малыши на курс по таро нет это какой-то обман инфо цыгане слушайте но если в инфо цыгане живут хорошо вы нет то может быть перестать использовать слово инфо цыгане а попробовать посмотреть что в каждом человеке есть плюсы и минусы то что вас раздражает значит есть у вас но или вам очень хочется но вы не можете туда пойти особенно вот мне нравится львы которые сидят сидят где-нибудь парам в работе по найму из творчества у них есть только обсуждение сплетен с подружками кому вы делаете от этого лучше правильно никому я думаю по поводу того чтобы создать такой продукт по продвижению по натальной карте то есть в зависимости от того где находится ваше солнце но я сразу знаю что если бы вам это было легко вы бы это делали это будет продукт просто выводящий вас из зоны комфорта демоны будут из вас выходить поэтому я не спешу с этим продуктом потому что чтобы быть популярной и чтобы у вас был рост популярности вашего продукта или вашего персоналити то есть вашей персоны нужно делать раз два три четыре пять но с первого пункта вам они не понравятся у меня нет голоса как я запишу песню ну вот как серёжа косинка ой у меня нет таланта как же я что я же буду показывать показывайте что вы сегодня приготовили ой как же я скорпион я не верю ни во что эзотерическое ну по быть тобой все что я могу тескать поэтому я вот думаю над вот этим созданием усилитель популярность но я прям представляю какие демоны будут из людей выходить поэтому пока не тороплюсь с этим продуктом если вам хочется этот продукт напишите мне пожалуйста в комментариях если давать какой-то совет ребятам то я не имею конечно не спрашивали но у обоих у сергея у саши предназначение идет из весов то есть из партнерства в самостоятельность в самостоятельное плавание то есть я бы возможно бы рекомендовал им не заключать официальный брак ни одному ни второму это не сделает ну прямо какого-то достижению каким-то целям или ну то есть вот не даст ничего вот но опять же опять же каждый со своей карты со своей жизнью делает то что он захочет и только осознанный человек который может подчерпать из этих знаний силу может их взять из бесплатного моего курса но и конечно самого лучшего курса по астрологии который вы можете присоединиться в любой момент это большой курс астрологии лучший курс астрологии в мире вы просто идете в любой момент он начинается для вас когда вы принимаете это решение я вас там буду ждать у нас там такие темы у нас следующее занятие на большом курсе будет о том как правильно знакомиться какие вопросы задал задавать на первых свиданиях а до этого мы рассматривали здоровье до этого мы рассматривали на практикумах значит как ребенок считывает маму и папу в общем просто прелесть поэтому я вас жду на большом курсе расскажите мне пожалуйста что вы думаете бустер популярности бустер экспертности продвижения как вы смотрите на этот продукт будете ли вы делать рекомендации даже если они вам сто процентов не нравится а почему я знаю что они вам сто процентов не нравится потому что если они бы вам нравились вы бы хуже делали вот поэтому пишите ваше мнение ну и конечно пишите в комментариях кого еще разобрать с позиции что человек делает правильно раз у него деньги растут популярность растет крокусы человек собирает и очень много денег зарабатывает вот это давайте вот попробуем 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 без этого посмотреть на этих персонажей вас же не заставляю них ничего покупать я вас заставляю посмотреть на их натальную карту с позиции а что у меня интересного в натальной карте зашифровано все люблю вас берегите себя до новых встреч пока пока лайк не забудьте поставить